Добрый вечер всем, хорошие хануки, много света, замечательного и прекрасного, особого, который является светом храма. В эти дни свет храма входит в наши дома, и есть много законов, законы хануки, которые намекают на необычность этого света. Но поскольку я думаю, что в эти дни много говорили о хануке, мы не будем возвращаться к неким законам, а мы продолжим наши занятия, и мы вернемся к книге Ехискееля. Я напомню, что все свои слова удачные, если такие есть, я посвящаю памяти Любы Бат Михаэль своей жены, которая ушла из жизни год назад и старалась, прилагала множество усилий вместе со мной для того, чтобы создать комментарии к книге Ехискееля в частности. Мы возвращаемся с вами к 38 главе, где говорится о Гоге из страны Магог, некоем царе. Пытаемся понять, что это за царь. Часто мудрецы говорят Гог у Магог. Вместо того, чтобы говорить Гог из страны Магог, они говорят Гог и Магог. Гог у Магог. Это связано с тем, что таким образом Гематрия, Гог, если записывать это слово через ВАВ, и Магог, если также записывать через ВАВ, Гематрия Гог у Магог составляет 70, и в этом есть намек на 70 народов. Мне, честно говоря, это не очень нравится, потому что пророк говорит о Гоге из страны Магог, и можно и без того вспомнить, что речь идет о каких-то глобальных проблемах, связанных со всем миром, со всем народом, со всеми народами. И давайте попробуем с вами открыть, сейчас я сделаю шер, и мы постараемся открыть с вами текст, надеюсь, что он виден. И постараемся представить себе, что происходит, о каком времени говорится, что это за личный Гог. И дальше я скажу как бы в скобках. У меня такая мечта после 38-39 главы, начиная с 40-й главы, рассказывается о третьем храме видения, когда ангел проводит Экискеле по третьему храму, который, естественно, еще не построен, но пророк видит будущее во всех деталях. И попытаться с вами вскрыть духовную структуру и деталей храма, и его размеров, и тех изображений, которые были. Ну, это я не знаю, мы с вами как-нибудь попробуем. А пока мы с вами в 38-й главе, и было слово Бога ко мне, чтобы сказать. Сын человека обратил лицо свое к Гогу, который в земле Могог, к верховному правителю Мешиха и Тубаля, и пророчеству о нем. Гог, который в земле Могог. Что за Гог и что за земля Могог? Пророк Емьяг в свое время предсказал, что из знания будет продолжаться 70 лет. Мы представляем себе, что Экискель пророчествует уже после разрушения храма. И вот, по идее, от разрушения храма нужно было бы отчитывать 70 лет. Этот строк еще не настал. И вот он получает пророчество о некоем Могоге и земле Могог. Это говорится в 29-й главе о 70-ти годах. Теперь, если все поднимутся, как один, произойдут явные чудеса, как при исходе из Египта. И об этих чудесах, которые должны были произойти, если бы сыновья Израиля все вместе, как один, поднялись, избавили, об этих чудесах говорит пророк Ешаян. Он говорит, об этом говорит Йома, то есть о том, что такие чудеса должны были произойти при исходе избавили, как при исходе из Египта. Если бы все поднялись сразу, об этом говорит Рокот Йома, 9-й его лист. А пророк Ешаян, как можно представить себе, описывает эти чудеса, которые мы с вами уже знаем, что они не произошли так, как они должны были бы произойти. Вот он говорит, каждая патина поднимется, и каждая гора и холм понизятся, и станет поворот крутой путем прямым, и гряда гор долиной, и откроется слава Бога. Мы знаем, что предсказания, они могут поблекнуть, если сыновья Израиля оказываются недостойными исполнения пророчества в полной мере, но все хорошие предсказания, они не исчезают. Могут краски поблекнуть, может стать что-то незаметным, неузнаваемым, но не исчезают пророчества. Также здесь мы можем присмотреться к этому пророчеству Ишаягу, каждая патина поднимется, и каждая гора и холм понизится. Может быть, если бы вышли и избавили, то это должно было бы происходить явно, как при исходе из Египта раступилось море. Тут должна была бы раступиться перед сыновьями Израиля пустыня или превратиться в ровную дорогу. И они бы шли, и вокруг цвели бы цветы, и деревья, которые появлялись бы, протягивали им плоды. Вот как бы так можно было представить себе исход из Бавиля. Но и в этом предсказании можно увидеть то, что сбылось в наше время. Может быть, не во время Египта, так как это должно было бы горы и зайти, а сбылось в наше время. Каждая патина поднимется, и каждая гора и холм понизится. Не напоминает ли нам это, что мы с вами прилетаем в землю Израиля на самолете, и под нами, когда мы смотрим на землю иллюминатора, под нами ровная земля. Ничто нам не мешает. Нам не приходится опускаться куда-то вниз в ущелье, потом подниматься на другой его склон. И горы, горы и холмы не мешают нам. И нету окольных путей. Есть прямая дорога, которую прокладывает штурмом самолета. И гряда гор под нами, она кажется долиной. И откроется, слава Бога. Ну, это уже кто как умеет увидеть. Некоторым кажется, что все это происходит обычно, обычным путем. Так и должно было быть. И никакое тут божественное присутствие ни при чем. А кто-то видит славу Бога во всем происходящем. И особенно если мы можем с вами соотнестись с пророком Мишаяу, действительно увидеть такой отблеск этого исхода, который должен был состояться из Бавеля, чудесный. Мы его все-таки видим в том, что происходит в наши дни. А может быть, не стоит говорить все-таки. Потому что чудо, оно великое. А этот прямой путь в землю Израиля, когда ничто не мешает, это великое чудо. И еще пророк Ишаяу продолжает. Мы с вами сейчас взяли 40-й главу. Мы посмотрим в 49-й главе. И Ишаяу говорится так. Так сказал Бог Всесильный. Вот подниму я руку мою, и дам знак народам. И они понесут сыновей твоих за пазухой, и дочерей твоих на плечо поднимут. То есть народы будут способствовать тому, чтобы сыновья Израиля перебирали землю Израиля, и будут делать все для этого. Тут, конечно, трудно сказать, состоялось ли это пророчество. Буквально так. Но, по крайней мере, некоторые из народов и в некоторых ситуациях способствуют тому, чтобы сыновья Израиля перебрались в землю Израиля. Может быть, можно увидеть в этом отголосок того, что сегодня существует порядка 100 миллионов баптистов, которые ратуют за то, чтобы сыновья Израиля, евреи, жили в земле Израиля и помогают здесь, в земле Израиля. Есть раввины, которые с осторожностью относятся к их помощи. Есть раввины, которые принимают. И тут, конечно, все зависит от ситуации. Но, тем не менее, есть вот это. Какой-то отголосок пророка Ишаягу. Поднимай я руку мою и дам знак народу, и поднесу сыновей твоих в запасах, и дочерей твоих на плечо подниму. Хотя бы немного, хотя бы отблеск какой-то этого есть. И они признают, что раскрытие божественного присутствия несет им благо. Как опять же говорит пророк Ишаягу, и будет в конце дней утвердиться гора дома Бога над вершинами всех гор, и возлысится над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, давайте взойдем на гору Бога, в дом Бога Якова, и укажет он нам пути свои, и мы пойдем по дорогам него, и выясненно выйдет Тора, и слово Бога из Иерушалаима. А это известные строки Ишаягу из второй главы. И здесь как раз можно было бы отметить, что Иисквел и за ним его ученик Схарья, о котором мы говорили, они говорят другими словами, и дают другую картину. Народы приходят к Иерушалаиму, но приходят с войной. Кто прав? Ишаягу или Иисквел? Это народы приходят для того, чтобы удостоиться божественного света, божественного откровения, для того, чтобы научиться законам Бога, Торы, потому что это единственные законы, по которым можно построить человеческое общество. Они понимают это, и они стремятся отказаться от войны, разрушают свои орудия убийства, и делают из них орудия созидания. Что происходит? Так приходит Гог с войной, или приходят народы научиться божественному слову и удостоиться божественного света? Может быть, и так, и так. В пророках часто бывают разные варианты будущего. Два варианта, скажем, будущего. Один, то, что Гог – это вариант, когда народы приходят с войной, и другой – это то, что народы приходят, удостоятся Торы, и удостоятся закона Бога, который позволит создать им справедливые общества без войны. Может быть, и так, и так. А забегая вперед, можно сказать так. Мы с вами можем себе представить, что пророк, он часто, часто в пророках не предсказываются какие-то конкретные события, а речь идет о тенденции, которые происходят в мире в тот или иной период исторического развития. И иногда бывают разные тенденции, иногда одна доминирующая, другой раз другая доминирующая. И вот появление государства Израиль, независимого государства, которое возникает чудом, и это ощущают все народы, как никто не может отрицать, я уж не говорю, 1948 год, чудо войны 1967 года, никто не может отрицать, это чудо ощутимо, к этому чуду может быть разное отношение. Одно – это противостояние и желание воспрепятствовать появлению такого государства, из которого скрывается божественный свет, или стремление прийти в такую страну и научиться закону Тури. Или такое стремление, или такое стремление. И часто они как бы действуют параллельно эти стремления. И в одно время одно бывает доминантно, в другое время бывает другое доминантно. Очень много зависит от самих сыновей Израиля, то есть от нас. Насколько твердо, насколько уверенно мы можем распространить божественное слово в мире и от нашей духовной высоты. Рав Кук говорит в книге Орот, что если бы не было греха Золотого Терца, то уже в период завоевания земли, то не было бы этого завоевания земли, а все народы приняли бы сыновей Израиля и пришли к ним за благословением. То есть грех Золотого Терца он испортил, как бы задуманил, испортил, замутил всю дальнейшую историю. Насколько тут можно обвинять евреев и насколько можно обвинять каждого еврея в отдельности, это большой вопрос. Думаю, что ни к чему обвинять нельзя, но эти слова, они звучат для того, чтобы мы понимали, происходящее в мире во многом зависит от нас. Отношение народов к земле Израиля, те, кто враждует против нас и стараются разрушить страну, это для них не извинение, нет оправдания. Но для нас мы должны знать, что чем выше наш духовный уровень, тем больше свет раскрывается в мире, особенно в переверну возвращения в землю Израиля, и меняет те тенденции, которые действуют в мире. Скорее народы, если мы поднимаемся на духовную высоту, то скорее народы приходят для того, чтобы научиться, и меньше приходят для того, чтобы враждовать с нами. Итак, два пути развития. Это Вишаягу, приход с миром, и чтобы научиться, и у Ихискеля приход с войной, когда происходит сновление государства и Израиля. И эту тенденцию, о которой говорит Ихискель, войну народов, войну народов или тенденцию и воспрепятствовать сновлению независимого государства, подчеркивает царь Давид. Он говорит так. Во втором царме встают цари земли, и властители собираются вместе против Бога и против помазанника его. Такое противодействие, оно продолжается на протяжении многих веков. То есть это не какое-то разное событие, а это противодействие, которое продолжается на протяжении многих веков. Поэтому Мальпин, он здесь в начале 38 главы, он подчеркивает, нам неизвестно, ни кто такой Гог, нигде находится его земля. Просто нам неизвестно, кто такой Гог, и где его находится земля. И все. И больше никаких ни предсказаний, ни указаний. Он отсылается на тому, в котором Гог то называется царем одного места, то царем другого места, то такие-то условия прихода и вот такие, то условия прихода и вот такие. Это указывает на то, что мудрецы тому дагатят сказать, что есть какие-то характеристики Гога, но нету самого Гога конкретного. В каждом и каждом поколении появляется свой Гог. Нас не удивляет в том, что в каждом и каждом поколении есть Амалек. Хотя, в общем-то, история Амалека, она связана с конкретным событием в Тории, вот при исходе из Египта, после того, как раступилось море, все народы в панике, в ужасе, что теперь будет, есть народ, который непобедим, и приходит Амалек с одной только целью доказать, что можно убивать сновей Израиля. И вот мы видим, что это не разовое событие. Раши пишет, и как всем хорошо известно, что Амалек похож на человека, который прыгнул в горячую ванную. Сам он обжегся, но вслед за ним другие могут окунаться в эту воду, потому что он ее остудил. То есть, он снизил значение чуда раступившегося моря в сознании людей, показало, что сыновья Израиля они обычные люди, несмотря на то, что для них раступилось море, и их можно как обычных людей убивать. Это было достижение Амалека, и мы говорим, что Амалек он есть в каждом поколении, он враждует против сыновей Израиля. Гог, он некоторое продолжение Амалека. Если Амалек ненавидит сыновей Израиля как таковых, ненавидит их как народ, который находится в изгнании и отличается от других народов, как мы знаем, Аман из рода Амалека рассказывает о Хачверошу, что есть один народ, который рассеян среди народов твоего царства, и он соблюдает свои законы, твои законы, твоими законами он пренебрегает, и не стоит их оставлять. То есть такая некоторая картина, опять же, глобальная, а не так сказать, одноразовая, не точечная, то есть это отношение к евреям, живут среди другого народа, но у них какие-то свои правила и свои законы, а законы царя они не соблюдают, то есть их нельзя заставить делать все, что угодно, все, что засудится царю, их нельзя заставить делать. И это основа неприятия и основа ненависти к евреям Гаути, которая вот проходит под таким заголовком Амалек, то есть началось с того, что Амалек постарался доказать, что сновья Израиля обычные люди, ничего такого страшного, а продолжается эта тенденция как ненависть на мир Израиля, в которых исходит скажем такой вот дух избранности Всевышнего и не просто избранности как гордыни, а некоторая такая искра свет в Галути, которая очищается другими народами, это есть присутствие, это Амалек, это ненавидит. Теперь Гог. Гог, он совсем продолжение Амалека, он ненависть с сыновьями Израиля, но он борется не с сыновьями Израиля, не с их религией, не с защищением того, что они особый народ, который живут среди других народов, он борется, он просыпается тогда, когда сыновья Израиля возвращаются на свою землю, и когда они становятся независимым народом, и когда в мире начинает раскрываться божественное присутствие с новой силой, вот тут-то просыпается Гог, появляется Гог. И поскольку мы говорим, что это не один человек, то на протяжении всей истории Гог это сила, которая направлена против становления независимого государства. Даже не столько мы не видим, что это столько как бы, что сила Бога направлена против храма, она направлена против народа, против его независимости, так как независимость сыновей Израиля, она сама по себе уже, так сказать, излучает божественный свет, и о том же сказал царь Давид, что пробуждаются народы, и говорят, что мы сбросим себя из его путы, и оковы, и они восстанут против Бога, и против его Машеха, Машех, это царь, образ независимости, это не храм, сама по себе независимость, она уже излучает свет и пробуждает народы, некоторых для того, чтобы прийти к сыновьям Израиля, а некоторых для того, чтобы прийти против сыновей Израиля. Вот это есть голод. Тут очень важно представляется понять и не допускать такую ошибку, которая затуманивает наше сознание. Часто ты слышишь, что вот такие события, это то, что предсказано в Торе, это появление Гога из страны северной, это, конечно же, Россия, и вот они сейчас там в Сирии обосновались, и они придут с севера, и это и там кто-то Путин, скажем, это Гог, вот, и начинается этим полон весь интернет и масса статей, это все пустое, это ничего не дает, эти предсказания, они нам ничего не дают. То, что они как мы можем себе представить, они не сбываются, да, и не сбудется это никогда, не будет этого, не будет этого Гога. Возможно, что, возможно, трудно очень сказать, но возможно, что, если бы исход из Бавеля был такой вот чудесный, то Всевышний привел бы чудом, привел бы под стены Ирушалаем все народы либо с миром, либо с войной, и тут бы как бы решили все проблемы либо миром, либо войной. Возможно, это могло быть так, но это теперь не будет. Эти пророчества, они повлекли и из одноразового какого-то, скажем, точечного явления превратились в тенденцию, так сказать, размазались во времени. Поэтому это все абсолютно пустое. Наше дело понимать мир для того, чтобы правильно мыслить, правильно реагировать, понимать, что происходит, а не для того, чтобы угадать как бы ху и скук, кто есть гонг, а где она, та страна Магог? Это, скажем, не представляется сегодня, в 21 веке, не представляется это просто детским садом, детским лепетом. Не знаю. Скажите, что я не прав, может быть, но я как бы иначе не могу себе представить на основе прочитанного и на основе того же самого Вальбима не могу иначе представить эти пророчества. Итак, ГОК это некоторое такое обобщение, обобщение, тенденции, которые действуют на протяжении многих веков, пробуждается каждый раз кто-то из, а может быть, кто-то из царей, которые становятся объединяющей силой против возвращения сыновей Израиля в землю Израиля или даже их попытки, или даже какого-то, скажем, какого-то намека на то, что сыновья Израиля вернутся в сыновья вернутся в землю Израиля. Само слово ГОК оно не очень понятно, часто имена указывают, на что-то их можно прокомментировать, но здесь слышал как бы в таком устном комментарии, что ГОК он от слова ГАК Крыша как бы противоположность СУКЕ, потому что по предсказанию СХАРЬЯ ГОК приходит Кирушала ему в СУКОТ, и ГОК приходит в СУКОТ, и погибает в день суда над всеми народами, это 21 число месяца Тишлея, окончание СУКОТа, и вот как бы он как противоположный СУКЕ, у которого нет крыши, он крыша. Ну, может быть, как некоторые дражи, то можно принять, что есть как бы ограниченность, ограниченность и неумение увидеть, воспринять божественный свет, и ее образ, это крыша против СУКИ, которая не имеет плотной крыши, как бы символизирует мир, который проходит божественный свет. Может быть, можно так это, может быть, принять. но опять же точного шепшовки слова ГОК мы имени ГОК мы с вами представить себе не можем. И скажи так, сын человека обратит свое лицо к ГОК, который взял Бог в Верховном правительстве Меших и Туваля и пророчествуй о нем. Меших и Туваля это сыновья Ефета, которые противодействуют народу Израиля. И вот можно как бы представить себе, что это страны по, скажем, по своему характеру ближе к европейским. Здесь Макбим очень много пишет и разделяет все страны, которые здесь появляются, всех правителей, которые здесь появляются, на тех, кто относится к исламу и на тех, кто относится к европейской цивилизации, основной на христианстве. Но я думаю, что можно пока в это не вдаваться. И дальше Всевышний говорит, «И заставлю тебя свернуть с пути и вложу удилы в челюсти твои и выведу тебя и все воинство твое коней и всех всадников в одеждах великолепных множеств людей великое в доспехах и со щитами вооруженными мечами все они параз, куш, путь вместе с ними все воины со щитами и в шлемах». Всевышний говорит, что сыновья Израиля будут противостоять все народы, все их военные силы, и здесь будет рука Всевышнего в этом, для того, чтобы так или иначе привести все народы к Иерушалайму, чтобы либо с миром, либо с войной, чтобы как бы Иерушалайм не остался без внимания, чтобы не было становления Иерушалайма, там все народы будут поражать тем, чем они заниматься, он заберет все народы и Иерушалайм так или иначе станет центром, из которого распространяется божественная божественная присутствие. И мы можем спросить, ну, как же так заставит, у каждого есть свобода выбора, да, мы знаем, что, можно сказать так, что сначала человек выбирает, да, а потом, а потом уже Всевышний заставляет человека, да, то есть тот, кто не хочет воевать с Иерушалаймом, Всевышний не приведет его на войну с Иерушалаймом, только тот, у кого война с Иерушалаймом, она в крови, во всех его мыслях, всех его замыслах, да, того Всевышний подвинет, но и подвинет, для того, чтобы, для того, чтобы, скажем, еще увереннее, еще точнее, еще с большим количеством процентов привести к Иерушалайму, да, вот, как бы, куда человек хочет идти, туда его, туда его и направляют, в какой-то момент, скажем, да, по принципу, заповедь лечет за собой, заповедь о преступлении, лечет за собой о преступлении, в какой-то момент, не сразу, но в какой-то момент человек может утратить свободу выбора и стать орудием в руках Всевышнего для притворения его планов в жизни, да, вот, раз и кушай, будь вместе с ними, все воины их со щитами и в шлемах, Гомель и все отряды его, Гейт Тугарма, с окраин северных и все отряды его, народы, многие с тобой, готовься и будь готов, ты и все множество народа твоего, собравшегося к тебе и будешь для них, будешь для них стражем, то есть будешь хранить эту, ты, Бог, в каждом поколении некоторая личность, некоторый правитель, который будет хранить вот эту идею, что вы народу, будешь стражем, в том смысле, что будешь хранить идею, чтобы народы ни в коем случае не забыли, не заснули, не стали зевать, не уснули и не забыли о той вражде, которая, может быть, вот она задремала немного, о своей вражде к раскрытию божественного присутствия через еврейский народ. Естественно, что иногда слова пророков, они обращены как бы к какому-то правителю, но никто из пророков не пойдет к Гогу или к тому Богу, который есть в каком-то конкретном поколении, и будет ему говорить готовься, смотри, не спи, это скорее обращено к сыновьям Израиля, что Всевышний как бы обращается к правителям и говорит, что в каждом поколении будет тот, который будет хранить эту идею ненависти, вражды к стране Израиля. Мы можем с вами как бы для того, чтобы не быть голосованными, можем привести пример, просто скажем, и из нашего времени посмотреть, как происходило становление государства Израиля. Мы можем представить себе, что в 1917 году, как вы хорошо знаете, лорд Бальфор направил письмо барону Ротшильду, которое называется Декларация Бальфора, в которой он отметил, что британское правительство благосклонно смотрит на создание еврейского очага в Палестине. Это письмо было связано, как мы помним, с получением мандата Англии от Лиги Наций на владение территорией, на управление территорией Палестины при условии, что Англия создаст на этой территории еврейское государство. Но мы представляем себе, что англичане, получив этот мандат, они всячески противились созданию еврейского государства и постоянно вводили квоты и ограничения. Я не буду рассказывать всю эту историю, потому что вы хорошо ее представляете, и белую книгу, и постоянное отрезание территории, подмандатной территории, передачи ее арабам, которые в то время и не существовали, как некоторые государственные образования или образования способны создать государства. В этом можно видеть вот такую тенденцию Бога. Можно спросить у английского правительства, что вы делаете, зачем вы это делаете, зачем вы отказываетесь от тех обязательств, не исполняете те обязательства, которые наложили на вас мировое сообщество. И так или иначе это можно представить себе как бы вот такой войной Гога в то время. То же самое можно представить себе и в Организации Объединенных Наций в 1947 году, когда решение о создании государства принимается чудом и на следующий день Советский Союз готов разрушить это государство и Соединенные Штаты они просто наблюдают за тем, что произойдет, они понимают, что объявление государства придет к войне и они абсолютно уверены, что евреи в Палестине будут стерты с лица земли, они обсуждают планы, как спасать евреев на каких кораблях их вывозить. Это не что иное, как вот опять же хочется подчеркнуть, это не что иное, как то, что можно назвать Гог из земли Могог, который объединяет все силы, и тут не важно, кто здесь Гог, объединение этих сил против государства, оно очевидно. И мы можем посмотреть с вами дальнейшую историю и войну 67-го года и так далее, и можем посмотреть сегодняшний день, что происходит сегодня, сколько, как вы сами хорошо знаете, сколько резолюций принимает организация объединенных наций против государства Израиля. Зачем, почему? Роль Гога. Нет другого объяснения, как раньше была. Идея маленькая сегодня это идея Гога. Опять же, можно вспомнить, что действует и другая тенденция, которая появляется в пророке Ижаялу. Это и поддержка государства Израиля, но доминантно является протестание государства Израиля. Есть феноменальное такое явление, как европейское сообщество, которое хочет разрушить государство Израиль в таком морально-нравственном плане, в национальном плане, изменить национальную психологию, национальные приоритеты государства Израиля, и создаются целые фонды, целые направления, это целое движение, вкачиваются огромные деньги в палестинский проект, действует Керен Хадашал Израиль, новый фонд Израиля, некоторые называют этот фонд нового Израиля, это миллиардные суммы, суммы направленные на одно повлиять на Израиль, для того, чтобы решить его национальные тенденции. Опять же, этого нету ни в одной другой стране, нету такой войны против ни одной другой страны, как война против Израиля. Война для того, чтобы выбить территорию из-под почвы, для того, чтобы выбить национальную, из-под ног, выбить почву из-под ног, для того, чтобы выбить национальную идею из головы, вкладываются колоссальные средства многими странами. Что же это есть иное, если это не война, не война Гога? Война может вестись любыми средствами, как мы знаем, и есть так сказать мирные средства, мирные средства. Еще Насер сказал, что если мы не можем победить Израиль войной, мы победим его миром. Этот мир это война. Сегодня Соединенные Штаты давят на Израиль не только так, как они давили раньше в экономическом и военном отношении, но и в таком морально-нравственном отношении, пытаясь навязать Израилю те тенденции, которые развиваются в самих Соединенных Штатах. Здесь я остановлюсь и хотел бы послушать ваши вопросы, обсудить вместе с вами эту тему. Я нажимаю стоп-шер, и я вижу ваши все квадратики черными с именами. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, замечания, добавления, я готов выслушать, обсудить вместе с вами. Окей. Ну, хорошо. Будем надеяться, что как-то тема она немного понятна, тема очень трудная для и трудная для изложения. Но мы посмотрим с вами, скажем, поднакомимся с 39-й главой, поднакомимся с 40-й главой в следующий раз и дальше перейдем к структуре третьего храма. Так что если нет вопросов, то мы тогда закроем с вами наш форум. Возражений нету. Хорошо, молчание, если знак согласия, тогда я что делаю? Я останавливаю запись. Я говорю,